Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. Сегодня я покажу вам, как Инстаграм управляет моим макияжем. Суть данного видео заключается в том, что сейчас в Инстаграм я буду писать рандомные названия частей лица. Например, я буду писать макияж глаз. И та фотография или то видео, которое в макияже глаз будет нам самое первое выдаваться, то я буду повторять. Что ж, и конечно же, прежде чем мы начнем, обязательно подпишись на мой канал, тык, включи себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. И, конечно же, подписывайся на мой Инстаграм, чтобы видеть, ну вообще, что там происходит. Ссылочку я на него оставлю в описании, но вы это и без меня, впрочем, знаете. Ну что, приступим? Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Давайте начнем, естественно, с тонального крема, потому что, ну, с чего мы еще можем начать? Посмотрим, что предлагает нам Инстаграм. Итак, вот наше самое первое видео, которое у нас тут имеется. В самом начале эта бабонька использует масло для макияжа в качестве основы. Масло у меня тоже есть, кисточка у меня тоже есть, поэтому этот этап можно считать завершенным. После того, как мы нанесли масло на лицо, нужно нанести сам тональный крем. Смотрите, как она будет его наносить. Во-первых, она наносит его какой-то непонятной штучкой. У меня такой штучки нет, поэтому я просто намажу тональный крем по той же самой схеме, в которой она наносит. Совершенно не понимаю, в чем прикол такой техники нанесения, но как бы нанеслось все ровненько, четенько. Так что теперь самое время приступить к контурингу. Итак, инстаграмчик, как мы с тобой будем делать сегодня контуринг? Так, они начинаются с консилера. И очень-очень странная схема нанесения. Ну что ж, я с трудом представляю, с какой целью вообще делается такой контуринг жесткий. Теперь ей наносят человеческий оттенок, желтоватый здесь. Теперь все это очарование фиксируется пудрой. И потом уже сухой контуринг. Если честно, то меня немножко пугает то, что я сейчас вижу. Надеюсь, вас это не так сильно пугает, как это пугает меня. Поэтому сейчас я хочу как можно скорее, я не знаю, наверное, сделать с глаза. Потому что мне кажется, что единственное, что здесь спасет ситуацию, это глаза. И то, при условии, что они будут яркие. Потому что если сейчас внезапно мы с вами откопаем не яркие глаза, наверное, это будет просто катастрофа. Ладно, глаза. Итак, глаза. Ооо, все понятно. Все понятно. Хотела яркие глаза? Получи яркие глаза. И что ты теперь жалуешься? Если честно, я реально очень давно хотела попробовать эту технику нанесения теней. Потому что я ни разу ничего подобного не делала. Сейчас у меня хотя бы предоставится такой случай. Правда, я совершенно не представляю, получится у меня или нет. Потому что макияж глаз действительно очень сложный. Но я правда постараюсь сделать его в лучшем, в лучшем виде. Самый первый момент это начертить форму нашей будущей растушевки. Вы знаете, мне будет очень интересно узнать, как вам именно макияж глаз, который у меня получится по итогу, и получится ли он вообще. Поэтому сделайте, пожалуйста, на этом акцент. И прямо напишите мне, как вам макияж глаз, когда он будет готов. Теперь при помощи сиреневого цвета нам нужно углубить складку внешнего уголка глаз, чтобы она была более-более выразительная. И также подчеркнуть зону внизу. Теперь суперэкстремальная часть, которую я реально хотела миллион раз уже повторить, но у меня не было никакого удобного случая. Так что сейчас я буду делать впервые вот то, что вы наблюдаете. Это очень прикольно и очень приятно делать. И если честно, я рассчитывала, что я не смогу это осилить с первого раза. Но, как вы видите, у меня, в принципе, очень даже неплохо и ровненько получилось. Теперь нужно выложить такие сиренево-розовые тени на ту зону, которую мы с вами консилером скрывали. Итак, дальше она делает у нас подводку. Она очень-очень тоненькую подводочку делает и внизу тоже добавляет блески. И теперь наш супер макияж глаз нужно закончить тушью. Но, в принципе, нельзя назвать этот макияж глаз, конечно, самым таким прекрасным, но если с ним лучше, чем без него, это значит, что все успешно. Теперь просто жажду сделать брови. Кстати, ваши ставки. Как вы думаете, какие брови будут у меня тут сегодня? Что нам выпадет? Пфистые, естественные брови или какие-нибудь графичные, или вообще какой-нибудь рыбий хвост? Как вы думаете, что будет? У рыбы есть хвост. А если взять рыбий хвост и еще один рыбий хвост, то можно сделать рыбные брови. А если одну рыбную бровь соединить с другой рыбной бровью, то это будет рыбная монобровь. Длинные, полукруглые, полностью графичные брови. Вот что нас с вами ждет. Она их прям начинает чертить сверху и делать полукруглыми. Лол! Еще я вам тут такое нарисую. Кстати, расскажите мне, пока я тут пытаюсь сделать не совсем плохо, каким средством для бровей вы предпочитаете пользоваться? Какое вот средство для бровей у вас самое любимое? Вы предпочитаете помадку или вы предпочитаете карандаш для бровей? Или, может быть, вы предпочитаете просто гель? Сейчас придется, правда, немного тени поправить, нанести сюда розу, потому что все-таки, наверное, надо было сначала делать брови. Но кто же знал, что они такие активные у нас получатся? И только после этого нужно было уже закрашивать сами глаза, сами тени. Ну ладно, это не такая большая проблема, чтобы нужно было как-то расстраиваться. По-моему, реально очень крутая бровь, и она реально сюда подходит. Ну и более того, я такие брови ни разу не пробовала в своей жизни делать до этого. От этого мне еще интереснее становится. Если бы я сама рисовала эту бровь, я бы сначала сделала менее контурированным, менее четким. Я бы оставила более, знаешь, таким размытным градиентом. В принципе, вот эта часть мне нравится, и мне кажется, было бы вообще здорово, потому что так они получились, конечно, слишком графичные. Думаю, со второй бровью будет выглядеть немного печально, но, тем не менее, это явно лучше, чем я рассчитывала. Что ж, с бровями все понятно. По мне получилось просто шикарно. А вы что думаете, мне идут такие брови или не идут? Просто мне реально кажется, что идут, но, возможно, у вас другое мнение, и я бы хотела его услышать со стороны. Вот, а пока вы думаете, идет мне или не идет, возможно, даже об этом пишите, я предлагаю нам посмотреть, какой же мы с вами будем делать хойлайтер и румяшочки. Кончайте, девочки, кончайте со мной шутить. Ага, вот и румяшечки. Это определенно жидкие румяна розового цвета, и наносятся они... Куда наносятся? Наносятся прям на линию щечек. Ой, какие красивые, кстати, румяны. Смотрите, прям розовые такие, глянцевые. Прикольно. У меня похожих, наверное, нет, но я постараюсь что-нибудь найти. Секунду. Знаете, мне очень интересно, какие будут губы. Я просто не представляю себе, какие должны быть здесь губы, чтобы макияж не испортить. Представляете, какие-нибудь зеленые будут? Мне кажется, будет просто катастрофа. Хотя зеленый с розовым не худший вариант. Даже не знаю. Наверное, тут все губы подойдут. Хотя нет, ярко-красный, какие-нибудь с блесками. Во! Вот это будет просто полный капец. Пожалуйста, пусть это будут не такие губы. Но с губами будем дальше разбираться. А пока хайлайтер а-ля сияшучка. Я не знаю, почему я так говорю. Не спрашивайте. Ничего не надо говорить. Так, ну с хайлайтером, на самом деле, нет никакого видео. Есть только картинка. И очевидно, что у девушки подчеркнут нос, подчеркнут вот эта же зона и под бровью. Окей. Так, значит так. И они у нее такие золотистые больше. Если честно, я до сих пор не понимаю, как подчеркнуть нос хайлайтером так, что по итогу у тебя не свинокряк какой-то получился, а именно просто вот эта вот блестяшечка. Хайлайтер. Ну что ж, самая ответственная часть, потому что это помада. Помада. Вот на что угодно согласна, только не на красную помаду. Вот только не красную помаду. Мне кажется, красная помада убьет тут просто все нафиг моментально. Пожалуйста, не красная. Это не красная помада, потому что она черная. В следующий раз придется свои мысли выражать как-то более точно. Ой, е-мое. Тут целая техника нанесения. Но выглядит вроде, кстати, прикольно. Черная помада. Прям вот она. Видите, только-только достала. Сейчас я буду находить кисточку и прям наносить. О, мама-ми-я. Стремно, если честно, очень стремно. Никогда не пользовалась черной помадой. Ну, как пользовалась один раз, но это было вроде для съемок. Я как-то особо не запарилась, потому что мне накрасили. Или какой-то такой момент был, короче. Не помню. Ну что ж, черная помада. Кошмар. Блин, подстава. Это не черная помада. Она темная какая-то, но это не черная. Какая-то коричневая. Блин, надо еще раз она надо искать. Может, есть все-таки черная-черная? Еще какая-то, на которой написано, что черная, и которая выглядит как черная. Может, она будет черной? Тоже надо, видите, открывать с нуля. Ужасно отстойная помада, потому что она тупо растекается. Теперь нужно добавить бежевую помаду. Прям вот сюда. Вот с тем, что сейчас происходит с моими губами. Это, знаете, это вообще Криня. Это по ее части. Я в этом не шарю. Но теперь, я так понимаю, нужно это кистью все растушевать. Что ж, вот такой макияж получился. Я не могу сказать, что это прям лучший макияж в моей жизни. Напротив, я считаю, это один из моих самых неудачных макияжей. А так вообще я вижу просто совершенно другого человека. Я даже не могу себя узнать с этим макияжем. И, мне кажется, отчасти это здорово. Обязательно напишите, как вам понравилось или нет. Не забудьте подписаться на мой инстаграм. Вообще, да, жду вас в своем инстаграме. Потому что, потому что жду вас я там. И, конечно же, смотрите мои другие видео из этой серии. Где там котики, собачки, блогеры, да, все что угодно. Управляет моим макияжем и хорошего вам настроения. Вот. Отлично. 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 Продолжение следует...